МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе Формулы С. Итальянский ФИАТ возродил модель 60-х годов ФИАТ-124 Спайта. Но сначала новости автомобильного мира. Немецкое чунинговое ателье Новитек Кросса представило собственную версию суперкара Феррари 488 GTB. Купив суперкар у дилера Феррари, инженеры ателья Новитек Кросса сначала погоняли его по скоростному треку, затем проверили на стендах, после чего полностью разобрали машину и пришли к выводу, что из Феррари 488 GTB можно будет сделать неплохой автомобиль. Ну и засучив рукава, они приняли за работу. Во-первых, инженеры Новитек Кросса разработали три варианта форсировки мотора. У самого простого варианта мощность двигателя они подняли с заводских 660 лошадиных сил до 756 лошадиных сил. У среднего варианта мощность подняли до 764 лошадиных сил и у топовой версии до 772 лошадиных сил. Любопытно, но несмотря на разную мощность, динамические и скоростные характеристики Феррари у всех трех версий моторов одинаковы. До 100 км в час машина разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость Феррари составляет 342 км в час. Для справки, заводская версия Феррари 488 GTB оснащается мотором мощностью 660 лошадиных сил, который до сотни разгоняет машину за 3 секунды, а максимальная скорость Феррари составляет 330 км в час. Таким образом, инженерам от Ренна Витте Кросса, несмотря на дополнительные 100 лошадиных сил, удалось динамику машины поднять только на 0,2 секунды, а максимальную скорость повысить на 12 км в час. Далее немцы оснастили Феррари карбоновым передним спойлером, боковыми юбками и задним антикрылом, что улучшило аэродинамические характеристики кузова и придало легкую агрессивность внешнему дизайну машины. Из прочих особенностей чининговой версии Феррари GTB на Витте Кросса следует отметить. Перенастроенную конструкцию подвески, доработанные тормоза, новые диски со специальными шинами. О цене чининговой версии Феррари GTB на Витте Кросса немцы пока ничего не сообщают. Команда Subaru на традиционных гонках на острове Мэм предприняла попытку обновить рекорд прохождения круга на модифицированном седане Subaru WX STI, который был установлен в 2014 году пилотом Марком Киггенсом на стандартной модели Subaru WX STI. Хотел бы напомнить вам, что гонки на острове Мэм проходит регулярно с 1907 года. Особенность этих гонок заключается в том, что трассы длиной 60 километров проложены по дорогам общего назначения через несколько населенных пунктов, как это было в Европе в начале 20 века. После Второй мировой войны из-за множества аварий власти европейских стран запретили проводить автогонки на дорогах общего назначения. Однако местное управо на острове Мэм не стало запрещать автогонки и сегодня гонки на острове Мэм считаются самыми престижными среди всех поклонников автоспорта. Для побития собственного рекорда команда Subaru подготовила для пилота Марка Киггенса специальную версию Subaru WX STI. В частности, на машине они установили двухлитровый оппозитный турбоботор с компонентами от раллиных двигателей, что позволило мощный двигатель поднять до 600 л.с., а рабочий диапазон переключения передач двинуть к 8500 оборотов в минуту. Кроме того, машина получила и коробку передач от раллиного болида, причем передаточные числа были подобраны под максимальную скорость. Для достижения высоких скоростных показателей инженерам Subaru пришлось существенно изменить аэродинамический обвес кузова, установить систему снижения проболоса противления DAS, модернизировать подвеску, снизить вес и обуть диски в слики на лоб Спортмакс. Ну а за руль доработанного Subaru японцы посадили трехкратного победителя чемпионата Великобритании по авторалли пилота Марка Киггенса, известного всему миру по фильмам о Джеймс Бонде, где Кигген в качестве каскадера виртуозно исполнил все автомобильные трюки. Благодаря улучшенным техническим характеристикам машины, виртуозному мастерству пилотажа, Марку Киггенса удалось пройти круг, вернуть 60 км со средней скоростью более 200 км в чат за 17 минут 49,75 секунды, что отныне является новым рекордом скорости для автомобилей на легендарной трассе острова Мэр. Компания Mercedes-Benz представляла в элитном теннисном клубе под Штопперсом новую модель Mercedes E-Class Estate 2017 модельного года. Это наш новый E-Class. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машина создана на базе седана Mercedes и класса, мировая премьера которого состоялась в этом году на детройтском автосалоне. Соответственно, и внешние дизайны эстейта полностью копируют новый седан, а вот кормовая часть кузова, на мойска, перекочевала с универсала Mercedes C-класса. Если признаться честно, то не совсем понятно стремление немцев оживить сегмент автомобилей с кузовом универсала. Дело в том, что в свое время они проиграли битву с минивэнами, которые оказались более практичными и удобными. Ну а сегодня минивэны проиграли битву кроссовера. Таким образом, у эстейтов шанса покорить сердца покупателей практически не осталось. Похоже, этот неоспоримый факт осознали теперь и руководители компании Mercedes-Benz. Согласно нашей информации, на базе представленного эстейта, инженеры Мерседеса срочным порядком разрабатывают версию с повышенным уровнем проходимости с собственным именем All-Terrain. Таким образом, эстейт с повышенным уровнем проходимости станет более дешевой альтернативой кроссовер. Но чтобы привлечь покупателей к обычному эстейту, немцы оснастили салон машины третьим рядом сидений, как на кроссовера, а также выпустили горячую версию эстейта AMG E43 4MATIC с мотором мощностью 401 л.с. работающей в паре с 9-ступенчатым автоматом. Но чуть позже будет приложена покупателям еще более мощная версия E63 S с мотором мощностью 612 л.с. Гамма-сжиматор у обычного эстейта будет состоять из трех бензиновых двигателей мощностью 184, 211 и 333 л.с., а также трех турбодизелей мощностью 150, 194 и 258 л.с. Среди электронных особенностей нового эстейта следует отметить новый адаптивный круиз-контроль, который поддерживает безопасное расстояние до впереди идущего автомобиля на скорости до 210 км в час, систему подрулирования, которая поддерживает машину на полосе движения, а на скорости до 130 км в час способна надежно и эффективно работать даже при нечеткой или полностью отсутствующей разметке. О цене новой эстейта пока ничего не известно, однако прием заказов на новый эстейт начнется уже через месяц. Первые машины поступят в дилерские центры компании Mercedes в октябре сразу же после мировой премьеры эстейта на осеннем парижском автосалоне. Компания Ford объявила о начале приема заявок на покупку нового хатчбека Ford K-Plus 2017 модельного года. Машина создана на той же платформе, что и модель Fiesta. Длина хатчбека составляет 3929 мм при ширине 1695 мм и высоте 1524 мм. Объем багажника составляет 270 литров, что вполне хватит на перевозку двух больших чемоданов. Салон машины в зависимости от комплектации будет оснащен шестью подушками безопасности, аудиосистемой с функцией голосового управления, системой Ford Nike, кондиционером, обогревом передних кресел, круиз-контролем и кожаным рулевым колесом. Для европейцев Ford K-Plus будет прилагаться с одним-единственным бензиновым мотором объемом 1,2 литра, мощностью 70 и 85 лошадиных сил. Коробка передач будет тоже одна, 5-скоростная механика. Базовая версия Ford K-Plus будет стоить в Германии 9990 евро, ну а продажу машины поступит в середине октября. В Объединенных Арабских Эмиратах на песчаной дюне Тель-Мари, которая находится 250 км от Абудамбе, прошли очередные соревнования по скоростному подъему на внедорожниках Лива-2016. Эти зрелищные соревнования пользуются сегодня вероятным успехом богатых арабов, что неудивительно, так как во все времена особым почитанием у арабов пользовались быстрые скакуны и сильные верблюды. Ну а сегодня к быстрым скакунам добавили спорткары, а к сильным верблюдам внедорожных. Поэтому именно суперкары и супервнедорожники пользуются сегодня особым спросом и почитанием у богатых арабов. Ну а выявить самого мощного и быстрого среди внедорожников арабы предпочитают на самой большой песчаной дюне Тель-Мари, высота которой достигает 300 метров, а угол подъема составляет аж 50 градусов. Разумеется, чтобы взлететь на эту дюну, необходимы не простые внедорожники, а подготовленные по специальной программе. Однако, стараясь с помощью форсировки выжать максимум лошадиных сил из мотора, многие команды теряют чувство меры и нередко моторы вздыхают уже на первых метрах подъема. Интересно, но в соревнованиях принимают участие не новые внедорожники, а машины 90-х годов. Как объяснил нам организатор гона Халиф Халмади, это связано не с финансовой проблемой, арабы могут сегодня купить любой внедорожник, а с технической. Дело в том, что моторы 90 голов обладают огромным рабочим ресурсом и способны выдержать чрезмерные перегрузки, в то время как современный двигатель имеет очень маленький ресурс и оснащены массой электронных систем. Среди внедорожников хорошо себе зарекомендовал Nissan Petrol. К примеру, в этот раз в финале короткобастный Petrol взлетел на дюну за фантастические 9,9 секунды. Однако этот рекорд придержался недолго. Длиннобазный Petrol умудрился взлететь на дюну за 7,5 секунд, что является отныне рекордом песчаной дюны Тель-Мари. Итальянский Fiat объявил о начале продаж новой модели Fiat 124 Spider 2017 модельного года, мировая премьера которого состоялась в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе. Хотел бы напомнить вам, что модель Fiat Spider с цифровым индексом 124 уже выпускалась итальянцами полвека тому назад в далеком 1966 году. Машина была создана на укороченной базе седана Fiat 124, который в Советском Союзе выпускался в Тольятти с собственным именем Жигули. Для покупателя Fiat 124 Spider выпускался с широкой гаммой моторов, мощностью от 87 до 135 лошадиных сил, что для компактного Spider было более чем достаточно. Однако в Европе из-за низкой покупательской способности населения продажи Spider полностью провалились, и основная часть машин была продана в Северной Америке. Всего было выпущено 198 тысяч экземпляров модели Fiat 124 Spider. И вот спустя 50 лет итальянцы решили возродить модель Spider, рассчитывая, что европейские покупатели стали гораздо богаче и способны будут купить возрожденный Spider 2017 модельного года. Чтобы снизить себестоимость машины, итальянцы не стали создавать Spider с чистого листа, а купили у японской Mazda платформу Spider Mazda MX-5 четвертого поколения. И фактически итальянский Spider является Mazda MX-5 только в одном костюме. Длина машины составляет 4054 мм при ширине 1740 мм и высоте 1233 мм. Две Spider варьируются от 1000 до 1130 кг, что является прекрасным показателем. Для европейских покупателей Spider будет доступен только с одним бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил, работающий в паре 6-ти скоростной механики. А вот для американцев Spider будет приложен с автоматической трансмиссией, ради которой мощность двигателя пришлось поднять до 150 лошадиных сил. Сталон итальянского Spider в точности скопирован с японской Mazda. Зато на внешнем дизайне машины итальянцы потрудились на славу. Несложно заметить, что дизайн машины создан с легким уклоном в ретро-стиль 60-х годов. Об этом свидетельствуют рельефный капот, продолговатые задние фонари и шильдик 124 Spider выполнены в стиле 60-х годов. Базовая версия Fiat 124 Spider стоит в Европе 25 990 евро, а топовая версия машины обойдется покупателем 28 490 евро, что на 3000 евро дешевле Mazda MX-5. КОНЕЦ